The Sun Shines Brightly. Как сделать так, чтобы показать вам заказ? Это нужно быть Павликом Долбоящером, который вчера снял здесь все и стер начало. Это в нашем стиле. Если посмотреть, то сколько было бы обращений в службу психологической помощи и сколько было съедено успокоительных средств россиянами за последние несколько дней, я боюсь, что статистика нас, конечно, поразила бы. И у большинства людей, конечно, возникает вопрос, как выживать в этой ситуации. Ну, для части аудитории понятно, как. Это нужно сесть к компьютеру или взять в руки мобильный телефон и начать выражать свое ценное мнение, причем в максимально агрессивной, оскорбительной форме, постить какие-то идиотские мемчики и прочее, прочее. Но я хочу сказать, что это, скорее всего, не выход, потому что от такой поведенческой модели Крышняк едет окончательно. И меня просто завалили вопросами, как в этой ситуации себя вести и вообще что делать, чтобы не потерять окончательно, бесповоротно содержимое этого сосуда. Ну, меня и раньше спрашивали, как, например, я борюсь с хейтом и как вообще я выживаю в такой агрессивной медийной среде, когда тебе могут написать что-нибудь оскорбительное, и это происходит постоянно. И у меня и до этого-то были, в общем-то, определенные советы, хотя я советов, как вы и заметили, если вы меня там, ну, более или менее постоянно смотрите, давать не хочу. И никогда я этого не делаю, потому что, ну, моя задача, допустим, доносить какую-то информацию, а дальше вы уже сами должны решать, что с этим делать. Такой подход, к сожалению, нынче, ну, увы и ах, большая редкость. Каждому дятлу в дупле нужно что-то там доказать своей аудитории, а еще лучше аудитории не своей. Но есть, есть вещи, которые можно сделать, и более того, вас ждет сюрприз, потому что вас ждет закат, да, то есть вот там будет закат, но чуть попозже. Я почитал советы психологов, которые есть в интернете. Ну, сначала мне попались какие-то, знаете, такие из области, мне кажется, это писали те же самые люди, что составляют гороскопы. То есть, вот я когда работал в глянцем журнале, у нас было наказание писать письма редактору. Да, то есть, если ты плохо себя внял, ну, и ответы, соответственно, от этого самого редактора. И я сделал пост, который вызвал вообще поразительно максимальный отклик, положительный отклик. И некоторые мне писали, что, в принципе, часть этих советов психологи и советы советуют, да. Но, не знаю. В общем, я вам расскажу то, что помогало либо лично мне, либо моим знакомым. Первое, самое очевидное, это, конечно же, спорт. Вот, ну, понимаете, тут как бы спасибо, Кэп. Вот я буквально там вчера, я проснулся, думаю, ну все. Но ничего, вот пробежался здесь, десяточку свою дежурную, и отлегло. Бег это вообще самое лучшее, что есть на белом свете после секса, рок-н-ролла и на потиков, безусловно. Дальше идет бег. Но, понимаете, не все же, как бы, люди, ну, не то чтобы спортивные, но некоторые просто лене, там, пойти в тренажный зал, колотить грушу и так далее. Есть выгод. Это бассейн. Бассейн это вообще какая-то абсолютно волшебная, универсальная история, которая вот много чего лечит. Ну, вот я реально, выражаясь старославянским, пофиксил несколько в себе проблем. Таким образом, и теперь я без него просто не наживаю. То есть я вот и рассказывал и видел себя на страницах в сетях, как я ходил там по бассейнам и в разных городах России, и в разных городах Европы, там, и в Берлине, и в Париже. И где-то, а, в Будапеште я смог пойти не в эти, не в Сечине, в купальне, а вот в такой классический советский бассейн, то есть с мебелью из ДСП в раздевалке. Стол, кстати, он просто какие-то копейки по сравнению вот с этими купальнями. Вот, поэтому бассейн это наше все. И он, как бы, ну, не требует, на самом деле, каких-то там больших усилий, потому что вода обладает уникальным свойством, она одновременно и расслабляет, и укрепляет вас. Особенно, конечно, это тоже рекомендуется после физических нагрузок и так далее. Что делать, если вы не умеете плавать? Ну, во-первых, есть инструкторы, но сейчас во всех практически бассейнах есть специальные такие какие-то там из чего-то там сделанные штуки, вы их там под пузо себе подкладываете и такие ля-ля-ля, ля-ля-ля, и плывете, как собачка. И вообще, ну, ништяк. Дальше я крайне рекомендую девочкам особенно заниматься боксом. Дело в том, что вам может показаться, что бокс это то, где вы придете, и вам там будут стучать в голову. Ну, вам будут стучать в голову, если вы собираетесь, ну, прямо так серьезно, ну, эти там, стать новым Мухаммедом Али. А если вы пришли для себя, то никто вам там в голову особо стучать не будет. Более того, в боксе, особенно в тренировках, там дичайшие нагрузки, после которых даже кроссфит иногда окажется, ну, не знаю, чтобы детский садом, но там вы выползете просто на четвереньках оттуда после первой же тренировки. И если вы будут с вами спарринговать, то, конечно же, будут работать мягко, аккуратно, понимая, что вы девочка, а выплеск вы получите такой, как и вот нигде. Это вот самый лучший способ побороть фрустрацию. Ну, и самое главное, ведь стресс, в котором мы сейчас все пребываем, да, в той или иной мере, он полезен в том случае, если вы после него даете сразу же себе максимально физическую нагрузку. Меня об этом рассказал правный Бехтерева, его фамилия Медведев, он работает, ну, я надеюсь, до сих пор работает директором института мозга, я еще когда был журналистом, брал у него интервью, и меня вот эта вещь, она меня очень сильно поразила, что стресс, это придумано не просто так, просто надо сразу же его компенсировать. Ну, в принципе, мы живем в системе всегда вот такого баланса, да, начиная там с добра и зла и прочего. То есть всегда есть, как бы, компенсация чего-то другого, и вот если эта компенсация происходит, тогда, собственно, и возникает максимальный эффект. Поэтому, конечно же, вот эти все изнасилования себя, но в хорошем смысле этого слова, они очень сильно спасают, настоятельно рекомендую. Второй пункт, это прогулки, ну, тут, как бы, спасибо КЭП, как говорится, опять-таки, некоторым лень оторвать ЖП от сидения и выйти на улицу. Но, все-таки, если вы этим начнете заниматься, особенно, ну, вот, Петербург не самое лучшее место для прогулок, допустим, в ноябре-декабре, но вот, вот сейчас, да, вот видите, ляпута, кукая ляпута. Дальше, если вы когда-то хотели завести домашнее животное, но, может, боялись, может быть, считали, что не время, так вот, сейчас самое время. Ну, кошечка это вообще универсальная вещь, или котик. У меня ходил еще в 2016 году, боже мой, в Москве, я вот тогда начинал экскурсии водить. Человек, который занимался всеми часами города Москвы, я даже не знал, что вообще они есть, и что они до сих пор работают, работает, их много, и этим занимается отдельная структура. И он говорил, что ему, конечно, хочется после работы прийти и вот что-то мягкое подтискать. Да, и возвращаясь к пункту номер один, как выбрать, например, там, не знаю, ту же самую секцию бокса. Очень просто ее выбираете по территориальному признаку. Ну, потому что бокс эта вещь довольно универсальная, если вы, опять-таки, не претендуете на какие-то там мировые свершения, то любой среднестатистический тренер, он вас научит тому, чему надо. То есть вы, на самом деле, туда идете не для того, чтобы там всех победить на белом свете, а для того, чтобы, ну, это вообще, в принципе, закон всех, там, и восточных единоборств, и, в принципе, единоборств. Вот вы идете туда, чтобы победить себя. Это самый главный враг, как правило, это вы сам. Вот когда вы себя победили, вы вот устаканились, и вы совершенно спокойно относитесь и к хейту, и ко всему остальному. Поэтому просто открываете Google Maps, а лучше Яндекс.Карты, безусловно, да, в современных реалиях, и ищите там то, что вам подходит. А сейчас мы перенесемся во вчера. А если вы заведете собачку, то пункт 2 прилагается просто паровозом тут же. Вы хотите, не хотите, будете выходить на улицу. Вот я сейчас, на самом деле, вот у меня такая проблема, что мне надо начать по утрам заниматься на улице. Но мне лень. Я вам думаю, надо завести собачку. Потому что будет у меня собачка, и уже не будет вести, не будут разговоры, лень мне или нет. Слушайте, ну мы с вами, скорее всего, успеем закат посмотреть. Кофе на морозе стынет дико. Я даже заглянул себе... О, еще один билетик купили на экскурсию. Тем временем. Я, конечно, очень цинично пошутил в свое время, что все это для развития внутреннего туризма. Но посмотрим, конечно, что будет дальше. Да, у меня просто был пост об этом, и я вот прямо, чтобы ничего не забыть, посмотрю. Да, кстати, вот еще. Сёрфил тут интернет. И где-то я... А, в фильме, который этот... Kingsman. Там в конце сам... Песня... Слайв ту лав-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. А это как бы песня «Моя молодость», вот эта вот девя с половиной недельки, Микки Рурк молодой и прочее. Кстати, почему я посмотрел Kingsman только сейчас Потому что, блин, у меня раньше времени не было Понимаете, я работал Очень сильно и продуктивно И сейчас я тоже этим занимаюсь Но сейчас наконец-то у меня стали появляться Лакуны определенные Я стал смотреть вообще Брайана Ферри, что там есть И нашел совершенно потрясающий Видос По-моему, десятых годов Где он эту песню вживую Исполняет в Лионе А я был в Лионе Наверное, первый и последний раз Ну, извините, сегодня будут такие циничные шуточки Ну, а что делать? Нам остается только смеяться Лион совершенно потрясающий город Он меня поразил тем, что там вот есть вот эти арены Древнеримские И мне там уже рассказывали Что на самом... Я и читал, и мне рассказывали, что там иногда проходят концерты Вот прямо там И вот этот концерт, он там был снят И записан, да? То есть он есть целиком, но я посмотрел Он стоит 14 фунтов А вот эта песня конкретно на интернете есть Так вот, короче В интернете уже чуть ли не в качестве 4К Есть огромное количество выступлений Живых Ваших любимых музыкантов И, собственно, в этом прелесть нашей эпохи Что, ну, у нас есть к этому доступ А я думаю, что даже если нам попробуют этот доступ перекрыть Ну, я человек из Советского Союза Я как бы знаю, как люди умеют, так сказать, сквозь, между этими струйками бегать Поэтому ничего страшного в этом не вижу В общем, находите и смотрите концерты любимых ваших команд Благо, их там полно Это пункт у нас 4 Пятый, да, старые добрые комедии То есть, вот, ну, я как бы изучал французский язык Например, да И я пересмотрел все комедии с Пьером Ришаром Но я на французском языке смотрел Просто новыми глазами на это все посмотрел Есть огромное количество действительно старых добрых комедий И советских, в том числе Ну, один из моих любимых фильмов Это Ищите женщину Я его могу смотреть просто каждый год Наверное, именно с этого фильма Который я посмотрел еще в глубоком детстве У меня началась какая-то вот такая потаенная любовь ко всему французскому Потому что он оказался более французским, чем оригинал Потому что я потом посмотрел, ну, вот, пьесу По какой пьесе он был снят И нашел запись этой пьесы, которая была поставлена во Франции Это просто невозможно У нас действительно гениальное кино В общем, вот, наберите просто, не знаю, топ-100 лучших комедий мира, да И смотрите и наслаждайтесь И будет вам, собственно, счастье Дальше Ну, не надо ничего писать Не надо ничего комментировать По поводу сегодняшних событий Меня это не касается Потому что, сколько я себя помню Меня обещали найти Застрелять Закопать И все такое прочее У меня к этому иммунитет Более того Ну, я неоднократно декларировал И многие люди это знают На самом деле То есть, если вы, не знаю, пойдете ко мне в соцсети Или здесь посмотрите У меня есть народ, который годами Годами у меня пасется Годами Причем они пасут вот именно те посты Которые вот, ну, вот такие вот Чтобы вам сказать Ага, вот ты и вскрылся Я постоянно вскрываю Каждый год я вскрываюсь То я, значит, туда То я сюда То я не туда То я не сюда В общем, короче Вот И я им позволяю это делать Потому что, опять-таки Это своего рода терапия Я прекрасно понимаю Что сейчас большинству людей Вот нужен этот выплеск Эмоциональный Он и раньше-то им нужен был А сейчас он нужен им тем более И поэтому Вам не надо Не надо ничего писать Не надо ничего комментировать Не надо ничего постить Потому что ситуация Она, на самом деле, конечно Гораздо более сложная Чем даже нам кажется Здесь Мы абсолютно не знаем Всех подробностей Поэтому просто старайтесь Этого избегать Потому что, ну, это Об этом все говорят Это общее место Какую бы сторону Мы сейчас не заняли Что бы вы ни написали Вы все равно попадете в просаг Вы все равно будете, так сказать Врагом Или там Непонятым человеком Для какой-то части аудитории В принципе, я и раньше говорил Что вы можете снять Вот, красивый закат Просто красивый закат Вы можете снять И все равно Найдутся те Кто под этим красивым закатом Вам напишут А Ты почему, я не знаю В такой драной куртке Дебила кусок Ну, короче, да То есть Это и раньше было А сейчас это как раз активизировалось Поэтому старайтесь Ну, избегать таких моментов Сходите на массаж Отличная история Я думаю, что Доступная Если этим не Ну, если не постоянно делать То хотя бы разок сходите Я думаю, на раз Все могут Денег наскрести Тем более, что Услуги разные Не надо идти в какую-нибудь там ВИП Вот Точно так же наберите Просто в поиске Сходите, сделайте Этот пункт Вызвал Максимальный отклик у населения Мы же живем в обществе Где никто не дрочит Где никто не смотрит порнографию И где никто никогда не ходил к проституткам Это все делают Это все у пиндосов У нас этого нет Да Мы такие Скрепные люди Сходите к проституткам Если у вас нету женщины А дрочить вам надоело Я Хочу сказать Что я бы и сам туда сходил Но У меня нету сил На них уже Вот Да Я Я сейчас Так что сказать Не нуждаюсь в подобных вещах Но Был период в моей жизни Когда Я к ним Несколько раз сходил И мне это помогло Они прекрасные Они хорошие Они не будут пилить вам мозги Мне на самом деле Еще нравилось то Что они очень хорошие психологини Извините за это Я просто люблю феминитивы У них очень большой опыт И если они поймут Что вы Ну Нормальный человек Они вам очень много чего расскажут У меня был Просто случай Когда я просто С одной девушкой Потом два раза встречался В кафе Я говорю Мне ничего не надо Просто Просто расскажи мне И вот она мне рассказывала Я сидел И охреневал Там такие были истории Ну это Понимаете Просто на Отдельную книжку Я говорю Тебе надо реально Тебе надо писать Книгу воспоминаний Ну или там Блог завести какой-нибудь И так далее Сразу же Впанданы Этому Для особо Морально настроенных Персонажей Кстати Некоторые не поняли Что это касается Именно одиноких людей И были Очень было вопросов А что делать женщину Которым Есть такая же потребность Слушайте Я не знаю Ну то есть Как бы я мужик Поэтому Наверняка есть Специально обученные мужчины Правда мне писали Что они стоят дороже Чем женщины Ну Ну что поделать Да Но на один раз Я думаю Можно накопить Устройте себе праздник Да Поэтому Why not Сейчас самое время То есть Don't look up Приближается астероид А солнце Садится Смотрите Солнце садится Солнце садится Ляпота Красота Некоторые спрашивают Что ты нам в этом Сестра резки делаешь Да вот что я в этом Сестра резки делаю Отдыхаю А знали бы вы Какая здесь была Вообще Совершенная Потрясающая атмосфера Во время пандемии Никаких карантинов Гуляю где хочу Дальше Ну вот Да Церковь У нас очень конечно Большинство людей Настроено против РПЦ И к сожалению РПЦ Очень часто Дает к этому Повод Но Вы же понимаете Что есть Три звена Да Есть как бы Бог Религия И церковь И я думаю Что Как говорил Прекрасный Леонид Мац К сожалению Умерший Что если мы Одному из своих Оппонентов На Господи Наеха Москвы Ну там Была Прекрасная Передача Про Масонов Так Я в общем Вообще И не знал бы Про этот Замечательный Источек информации Но я не знаю Что они Обещали там Но потом Он еще Вещал Улушина На каком-то Телеканале Вот Или как его Звали Эту ведущего В общем Не помню Он практически Повторял Что он Говорил И он говорит Что если бы Мы с вами Сели За рюмкой Чая И поговорили Об этом Мы выяснили Что на самом деле Против Против Бога У вас Как бы никаких Претензий Не существует Даже против религии Скорее всего У вас есть Определенные претензии К церкви И это Вы Правда Особенно Если это касается Русского права Санцеркви Потому что Ну она Очень часто Довольно агрессивно Настроена К тем Кто туда приходит Первый раз И не знает Куда вообще Пойти Что сделать Как бы Вот Но Вам же не обязательно Идти туда И знаю Хватать батюшку И говорить Батюшка Что мне делать Просто придите Давай Подснимем это Просто придите И Поставьте перед иконами Понюхайте Вот этот Ладан Особенно Если есть возможность Сходить именно В старой Сохранившейся церкви Я всегда завидую Людям Которые там Живут во всяких Ярославлях Костромах Да в Москве То же самое Потому что В Питере Ну какая тут Старина Тут 300 лет И все Пиши пропало Вот А там это есть Но это наверное Единственное В чем я завидую Людям Из Ярославли Владимиров И прочих Городов Извините За такое Но кидайте Меня тапками Ой Фу Все Кофе остыл Пока мы тут гуляли Что еще Да Да Очень помогает Привычка Здороваться С людьми Если бы мы сейчас Были бы с вами В Штатах То вот Все Кто проходил бы мимо Говорил бы Хай И вы бы Хотите вы того Или нет Вы бы в ответ Начали бы ему Говорить Хай Да То есть Вот в Бостоне Когда Жил Одно время Бегал там По парку И это Абсолютно нормальная История Правда Мне потом Написали Я бы напряглась Если бы со мной В лесу Незнакомый человек Поздоровался Ну хрят с вами Ну не здоровайтесь В лесу Хотя на самом деле Именно в лесу Ну вот в поход Вот я например Хожу в Крым Вот в походе Всегда все Те кто идут на встречу Они всегда поздороваются Потому что там Ну своя атмосфера Люди все прекрасно понимают Ну хотя бы Блин На паркинге Если он конечно у вас есть Да Там В лифте На лестничной площадке Приходит в дом Ну Как бы Почему нет Вы приедете в Париж Вы будете заходить в автобус И всегда Вам водитель скажет Бонжух Бонжух Что? Если мы туда приедем А Извините Ну я просто в Париж Много раз ездил Для меня это уже Как бы дом родной Я там знаю Где мой бассейн Сколько ехать От квартиры Где я жил За Болонским лесом До Лувра Ехать близко На самом деле На велике Там ну реально За 50 минут Можно долететь Это вот весь Париж Прикидывайте Я думаю Я думаю Что поедем Когда нибудь Хочу сказать Что Я-то в общем-то Уже давно туда И не собирался Потому что Ну Я возил группу В Париж Для того Чтобы перебиться В межсезонье А сейчас у меня народ Даже зимой ходит Поэтому у меня Это на дому Отпало Ну и тем более Ковид Он так сказать Все подкорректировал Я в ближайшее время Туда не собирался Единственное Что мне хотелось Проехаться по югу Франции Ну и в Прованс Заехать Просто потому Что я это все Изучал исторически Ну и хрен с ним Россия Большая страна Вот смотрите Мои ролики Про Осетию Например Да Я собираюсь в этом году Еще ряд регионов Для себя открыть Поэтому Так сказать У нас тоже есть Куда съездить Там на горизонте На какой-то тарахтелке Наверное На GoPro Не будет видно Рыбаки везут Свои Причиндалы Так Что у нас еще осталось Еще мне написали Про Ну хобби И все такое прочее Но я как бы Подразумевал Да Хобби Особенно Знаете Если вы например Офисный работник Очень полезно Ну пойдем обратно Туда Очень полезно Все что поделать руками Я ничего руками не делаю Потому что Спасибо КЭП Я этого наделался В своей молодости Я столяр по образованию И больше я не хочу Брать в руки Ни рубанок Ни пилу Ничего Ничего остального Вот Но Вот Люди которые В руках этого не держали Это на самом деле Очень 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 Тоже спасает Ну и мне еще написали Работа спасает Ну понимаете в чем дело Если вы работаете Как очень многие сейчас У компьютера То я боюсь Что вы все равно Если вы не поставите себе Какой-то блок Там на новостные ленты На соцсети И прочее Но Ну как бы Вы все равно Не избежите этого Поэтому Ну работа спасает Это тоже Из области Спасибо Кэп Ну и В заключении Этого ролика Смотрите Как мы удачно Да Застали Красный закат Я хочу сказать Что все-таки Старайтесь Оставаться людьми Это наша страна И нам Не дальше жить Всем Нам всем Не дальше жить И этим И тем И пятым И десятым То есть нам Жить вместе И Очень велика вероятность Ну не то чтобы Конечно гражданской войны Это было Ну было бы Очень Так знаете Пафосно сказано Но вот этого Внутреннего напряжения Которое Будет Вырываться В каких-то там Уличных стычках В каких-то сценах И прочее Прочее Вот этого Хотелось бы избежать То есть Нам надо понимать Что мы все живем В одной стране И я всегда говорю Вот я например Ну я редко Допустим Когда вот мне пишут Какие-то там Особо упоротые люди Я редко могу сказать Что я уважаю их мнение Но я всегда Уважаю Их право Это мнение Высказывать Вот это Тот Краеугольный камень На котором бы Хотелось бы построить Вот Всю дальнейшую ситуацию Я понимаю Что Это все такое Знаете Из области Катали Апольда И меня за это там В некоторых Кругах Просто ненавидели Да То есть Меня ненавидели За то Что я вот Замер дружбу За то Что я всегда хотел Там не знаю Помирить белых и красных Там не знаю Веганов и мясоедов Пиндосов И И Русню Да То есть Ну Я блин Такой человек Я За созидание Я за позитив Я за юмор Я за самоиронию Я вот за это все Потому что Это то Что мне помогает Жить В гармонии С окружающим Меня миром Поэтому Вот это Надо держать В голове Давайте Попробуем Все-таки Этого Не допустить А для того Чтобы этого Не допустить Можно следовать Вот Всем тем Советам Которые я вам дал Я очень редко Даю советы Потому что Я считаю Что всегда У людей Есть Своя голова На плечах Но Вот по отклику На пост Который я сделал Я понял Что это Конечно Крайне полезно И Если вы Меня давно Смотрите Или даже Не давно Смотрите Но тем не менее Возможно Вы заметили Что У меня нет Стримов Я не провел Ни одного Стрима В своей жизни У меня нет Донатов Я не клянчу Денег За каждый Свой пук Да Монетизация Пока она еще была Она у меня стояла Только в начале ролика Больше ее не было Нигде Я ее вычищал Поэтому Собственно И отключение Особо Не является для меня Какой-то большой проблемой И Более того Я всегда декларировал И продолжаю это делать Что если вы хотите Прийти на мои экскурсии Но у вас нет денег Или допустим Они у вас есть Но у вас такая ситуация А сейчас Блин Такая ситуация Будет очень много Кого Когда вы не можете Себе этого позволить Приходите бесплатно Единственное Предупредите меня заранее Потому что Ну сейчас еще Ажиотажа нет Не знаю что будет летом Но что-то мне подскажет Что все-таки народ В экскурсии будет ходить Все-таки народ Будет прижать в Питер И как бы Пожалуйста И меня очень радует Эта тенденция Когда мне говорят Что вы знаете У меня нет денег Но я все равно Себе этого не позволю Потому что я уважаю Чужой труд Я это очень уважаю Потому что я сам такой же Потому что я Первая фраза Которую я обычно В каких-то ситуациях говорю Сколько я тебе должен Вот Но Тем не менее Приходите Так вот У меня никогда не было Призывов Подписываться на канал Ставить лайк Потому что Я считаю Что вы и без моего Ценного совета Разберетесь Подписываться вам Или нет Но Это первый Я надеюсь Последний раз Когда я вас прошу Если вам Это видео Вкатило Распространить его Потому что К сожалению Все что я вижу Вокруг Это Либо вот это Вот Что такое Как нам дальше жить Какие мы все Такие плохие Вот Либо наоборот Ах вы сумки Ах вы гасите Ну то есть Вот понимаете И Огромное количество Ненависти Такого Понимаете Неприкрытой Какой-то Людской тупости Агрессии Вот Прямо Подрочить В конце концов Ну я не знаю Вот Пункт 8 Ну пожалуйста Я всегда говорю Скиньте номер карты Я пошлю вам 3000 рублей 5 Возьмите себе Девушку Хотя бы на час Вот Поэтому Расшарьте Если вам Оно зашло Ну а я хочу сказать Что экскурсии у меня Будут продолжаться Тем более сейчас Ну блин Куда еще народ деваться Будут они На этих гендерных Праздниках Проходить И дальше будут Экскурсии Одна лекция Не знаю Когда я поеду в Москву Ну Поеду наверное Когда-нибудь Вот И книжки у меня есть В продаже Правда Вот Путеводитель по Невскому Заканчивается И Хотел его тут Допечатать Но цены Я боюсь Сейчас будут такие Что мама не горюй То есть Это в принципе Уже получается Второй тираж У меня разошелся То есть 3000 экземпляров Уже уходит Но пока есть Продажи Точно так же Я продаю его После Своих экскурсий Подписываю В этот момент Книга О пиаре Во время русской войны Дичайше Актуальное Актуальное В настоящий момент Потому что Она показывает Все механизмы Как вообще Формируется Имидж страны И как это было сделано В 1904-1905 годах Ну и Остросоциальный роман Корень Который я честно говоря Боюсь перечитывать Потому что То что я там написал Оно вот сейчас Оно вот сейчас Да Описал я это в 90-х И в начале нулевых Вот Это все есть у меня На сайте Ссылку на который Вы найдете внизу Спасибо Что прослушали Этот Длинный Не всем может быть Понравившийся спич Но мне не привыкать Оставляйте комментарии Миру мир Пису пис Флэт и уайт Пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok